Встреча с армией Орцаха В рамках расследуемого Следственным комитетом Армении уголовного дела установлено, что командующий оборонительным районом армии обороны Республики Арцах в условиях военного положения, объявленным решением правительства Армении за номером 1586 от 27 сентября 2020 года и в ходе развязанной войны, вооруженными силами Азербайджанской республики агрессивной войны против Республики Арцах, с 10 по 13 октября отказался выполнять обязанности командира отдельного полка, что привело к их фактическому прекращению, а также проявил халатное отношение к службе. 19 января 2020 года ему было предъявлено обвинение. Следствие продолжается. Вчера президент Республики Арцаха Райка Рюцня провел расширенное рабочее совещание с участием представителей исполнительной власти, инвестиционного фонда, фонда поддержки сельского хозяйства, универсальной кредитной компании, потечной компании «Фидес», а также представителей политических сил, представленных в национальном собрании. Глава государства отметил, что в соответствии с проводимой им политикой, прозрачным стилем работы и усилиями по созданию равных возможностей, в составе попечительских совета вышеупомянутых трех финансовых структур будут включены также представители представленных в парламенте политических сил. При этом он поручил руководителям этих финансовых организаций более публично и прозрачно работать с общественностью. В попечительский совет трех финансовых институтов войдут представители всех политических сил, представляющие парламент, для обеспечения равных возможностей прозрачности. Решением правительства Армении арцахцам сроком на 4 месяца будет предоставлена помощь в размере 68 тысяч драмов. Бенефициарами программы признаны 108 тысяч человек. Были, однако, граждане, которые по состоянию на 10 февраля 2021 года являлись бенефициарами, но по разным причинам остались вне программы. Приказом Министра труда социальных вопросов и миграции Республики Арцах создана комиссия для рассмотрения проблемных заявлений. Нет ограничений на срок приема заявлений. До сих пор принято 715 заявлений, удовлетворенные заявки 88 заявителей, выплачено 24 млн 956 тысяч драмов. В ближайшее время удовлетворятся заявки, получившие положительный ответ. В январе была запущена еще одна программа помощи, предусматривающая единовременную выплату в размере 50 тысяч драмов для непремещенных лиц. Аналогичной программой правительства Армении пользуются переселенцы Арцаха. Компания Арцах Энерго обратилась в Государственную комиссию по регулированию экономической конкуренции с просьбой пересмотреть тариф на электроэнергию. Причина – повышение тарифа на электроэнергию, импортируемую из Республики Армения. Тариф превышен на 6 драмов для потребителей 110 кВт и на 4,5 драмов для потребителей 35 и 6,1 кВт и на 4,5 драма для потребителей 0,38 кВт. Государственная комиссия одобрила заявку компании Арцах Энерго. Но по решению правительства тариф на электроэнергию изменен не будет в сфере сельского хозяйства, для предприятий, занимающихся производством хлеба и молочной продукции, а также в сфере перерабатывающей промышленности. Другими словами, тариф для перечисленных групп и населения остался неизменным. Решение комиссии по регулированию государственных услуг и экономической конкуренции об изменении тарифа на электроэнергию вступит в силу с 1 марта. При содействии военнослужащих российского миротворческого контингента началось строительство и прокладка централизованной системы водоснабжения жителей поселка Чартар и ближайших сел Мартунинского района Нагорного Карабаха. В связи с тем, что данная территория находится близ линии разграничения сторон, администрация города обратилась к командованию российского миротворческого контингента с просьбой обеспечить безопасность данных работ. Окончить все работы планируется за неделю, сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Гапаев. С начала текущего года военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность жителям Нагорного Карабаха в ходе более 30 мероприятий. Сегодня утром в физмат-школе имени Арташеса Шагиньяна при Ереванском государственном университете стартовал первый тур физтех-олимпиады, организованный Московским физико-технологическим институтом. Она проводится по математике и физике. В олимпиаде принимают участие около 30 школьников. Участники, успешно прошедшие первый тур, свои силы испытают в финальном туре. Основная цель олимпиады – пробудить интерес учащихся к физике и математике, раскрыть их творческие способности. Участники, прошедшие первый тур олимпиады, примут участие в финальном туре, где победители могут быть зачислены в Московский физико-технологический институт без участия в экзаменах. У Артсаха уже есть несколько примеров успешного опыта. Вчера было проведено 66 тестирований, в результате которых в Артсахе выявлено 6 новых случаев коронавирусной болезни. В данный момент стационарное лечение проходит 23 пациента с диагнозом COVID-19. Врачи оценивают состояние 6 пациентов как ранее тяжелое, 14 – как тяжелое. Министерство здравоохранения Республики Артсах призывает граждан следовать рекомендациям во избежание новой спешки эпидемии и как можно скорее вакцинироваться. Вакцинация против COVID-19 проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении Республиканского медицинского центра, в Медобъединении «Аревик», в Центре эпидемиологии и гигиены, в Аскеранском, Артунинском и Мартакерском районных медицинских объединениях. Для получения дополнительной информации о вакцинации можете позвонить по телефону 047-94-32-27 с 9 до 17.00. Вакцинация против COVID-19